Сегодня я хочу рассказать о том, как выплачиваются дивиденды, потому что для многих это вожделенная вещь. Сейчас я нахожусь далеко от дома, где-то в 300 километрах на родине. Мы всегда гуляем, но тем не менее сниматься надо. Итак, о дивидендах и как они выплачиваются. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, я занимаюсь фондовым рынком, естественно, инвестициями и так далее. И многие занимаются фондовым рынком ради дивидендов, акции покупают ради дивидендов. И у меня есть одна всего акция уже моей личной компании, это полиграфия. Я уже много раз говорил, что я занимаюсь полиграфией. И сейчас эта компания приносит, в общем-то, прибыль, потому что я закрыл производство и занимаюсь целиком посредничеством. Все работы отдал на аутсорсинг, потому что основные проблемы с фирмой – это аренда и зарплата. То есть сейчас у меня нет ни зарплаты, ни аренды. Есть только, ну, как бы, посредничество, грубо говоря. И это приносит, на самом деле, самые большие прибыли, естественно. Поэтому сейчас у меня бизнес, в принципе, достаточно рентабельный, потому что нет расходов. И в результате, в процессе работы накапливается прибыль. И когда накапливается прибыль, что с ней делать? Сейчас очень трудно деньги обналичить, то есть практически это нереально. И, ну, это всегда было немножечко стрёмно. Вот. Сейчас каким образом я поступаю? Я накопленную прибыль выплачиваю в виде дивидендов. Каким образом это происходит? Ну, для начала я жду отчёт от бухгалтерии. У меня главный бухгалтер – это моя жена, и, соответственно, она считает сейчас прибыль, которая была получена за прошлый год. Потому что, ну, подводим итоги прошлого года. И для того, чтобы выплачивать дивиденды, компания должна созвать, даже моя компания, в которой буквально один учредитель, она созывает совет директоров, соответственно, или общее собрание акционеров. Ну, так как у меня всего один акционер – это я, то, в общем-то сказать, и совет директоров – это тоже я, то я выступаю с предложением от совета директоров к общему собранию акционеров, которое тоже буду я. Вот. И я говорю, ну, я считаю, что надо распределить в качестве прибыли. Дело в том, что сейчас моя компания, в общем-то сказать, ну, не занимается развитием. Деньги не надо вкладывать, я считаю, в производство, потому что это не очень выгодно, потому что аренда и так далее. И поэтому, ну, в общем-то, буквально большая часть прибыли идет на дивиденды. Дивидендов накопилось у меня там, ну, вернее, прибыли сейчас, ну, в районе миллиона двести. И я решаю, что предложение от совета директоров, что, в общем, у собрания акционеров, что надо выплатить в качестве дивидендов 800 тысяч рублей. Вот. И, соответственно, сейчас подводим итоги. И потом просто составляю протокол общего собрания акционеров. Присутствовали, значит, Демитков Юрий Алексеевич, секретарь Демитков Юрий Алексеевич. Общим собранием, так сказать, выносится на общее собрание вопрос о распределении дивидендов. И эти дивиденды я выплачиваю. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, сейчас у многих стоит такая проблема, как вывести деньги с предприятия, потому что, ну, практически все старые схемы не работают. И это вот одна из этих схем. То есть, совершенно спокойно я беру, составляю вот эти вот документы. Значит, сначала протокол общего собрания акционеров. На основании решения акционеров выплачиваются дивиденды. То есть, после того, как я прикладываю этот протокол, бухгалтерия совершенно спокойно мне на счет, как физику уже, как физическому лицу переводят вот эти дивиденды за вычетом налога на дивиденды 13%. Ну, здесь ничего не поделаешь. Таким образом, я получу 800 тысяч минус 13%. Ну, посчитайте, сколько. 13 умножить на 8, так сказать. Ну, где-то 600 с лишним тысяч я должен получить. Ну, да, 680 где-то тысяч. Вот, нетрудно посчитать. Что делать с этими деньгами? Куда их вкладывать? Потому что, ну, дивиденды надо куда-то вкладывать. Инвестиции надо куда-то вкладывать. И поэтому, ну, я думаю, что, ну, на короткое время, на короткое время, сейчас очень сложное время, куда вкладывать дивиденды непонятно, на короткое время я думаю, что я вложу их в золото. И это будет, скорее всего, FXGD, во-первых. Это фонд, который ориентирован на золото прежде всего. И, кроме того, может быть, я уже подумаю, что, может быть, построить коллспред на золото, бычий. Почему я так считаю? Потому что сейчас очень такая ситуация с долларом нестабильна. Сейчас есть бешеная инфляция в долларах. И поэтому, а золото очень-очень долго и давно не росло. И оно сейчас начинает только расти. И я надеюсь, что золото вырастет таки до 2000, и на этом очень хорошо можно заработать. То есть, я считаю, что надо вкладывать сейчас не в доллары. И, ну, в акции надолго не вложишь сейчас. Ну, в смысле, если в акции вкладывать, то это надолго. А мне надо ненадолго, потому что мы планируем все-таки купить машину. И поэтому я решил, что буду вкладывать в золото. Ну, а о том, что будет с долларом в ближайшее время, каковы перспективы доллара, я думаю, что сниму следующее видео. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.